Всем привет! Вы на канале Товар из Китая, меня зовут Вячеслав и сегодня у нас будет обзор на эти ТВС наушники от Oppo, Oppo Enco Air 3 Pro. Это новинка, первые ТВС наушники с диафрагмой из бамбукового волокна, возможность подключения к двум устройствам одновременно, поддержка козы кодека LDAC и другие плюшки в этих наушниках. Сейчас познакомлю с их преимуществом и недостатками. Начинаем! Приходят наушники в такой коробке, сразу здесь кодек LDAC Oppo Enco Air 3 Pro и основные особенности можем здесь прочитать. Значит здесь бамбуковая диафрагма из бамбукового волокна, дальше 49 дБ справляется с шумом, дальше качественная батарея кодек LDAC, может два одновременно к двум устройствам подключаться и Bluetooth 5.3. Ну что ж друзья, давайте быструю распаковку. Сами наушники, освободим их от этой пленки. Хорошо, что у нас еще в коробке? В коробке есть еще такой пенал, где находятся у нас две пары сменных амбушюр, дальше USB Type-C кабель для заряда кейса, ну и две инструкции. Вот и вся комплектация. Переходя к кейсу, скажу, что кейс немножечко необычный. Смотрите, верхняя часть, здесь она прозрачная у нас. И такие вот полоски, как будто под стеклом. Интересное решение, здесь расположился индикатор, горит зеленым цветом, когда наушники заряжаются. Когда наушники извлечены из кейса, то тогда показывает заряд самого кейса. Порт USB Type-C, такой хорошей яйцевидной формы. Да, любят BBK делать яйцевидные кейсы. Что Realme, что Oppo, у них похожие формы. Наушники сидят удобно, не выпадают из кейса. Кейс не люфтит. Очень-очень плотно крышечка кейса срабатывает, и сами наушники не вываливаются. Вес кейса с наушниками 48 грамм. Вес одного наушника 3 грамма. Давайте теперь обратим внимание на сами наушники. Я извлеку их из кейса. Вот такой вот формы. Right и Left отметки. Так, здесь дырочка. Дырочка для микрофона. И под амбушюрой микрофон для шумоподавления. Такой вот сеточка черненькая. И на самой амбушюре, обратите внимание, тоже сеточка. Я впервые вижу такие амбушюры. Очень-очень прикольно. Как я уже сказал, это первые ТВС наушники с диафрагмой из бамбукового волокна. Очень легкие. Фактически их не замечаешь в ухе. Я их носил. Очень удобные и качественные наушники. Сопряжение со смартфоном происходит очень быстро. Как только я открываю кейс. Обратите внимание. Все. Сразу, сразу мы видим, наушники подключились. Вот они у меня. Опа. Enco Air 3 Pro. Нажимая на наушники, можно посмотреть функции наушников. Так, у нас левый и правый по 100% заряжены. И вместо кейса написано случай на 90%. Нужно вставить наушники в уши, чтобы шумоподавление или режим прозрачности переключить. Сейчас я это сделаю. Интересно, друзья, что эта модель с адаптивным шумоподавлением. Справляется с громкостью окружающих звуков до 49 дБ. Да, здесь шумоподавление можно умное, максимальное, среднее или умеренное. У меня стоит максимальное. Также, если поставим здесь вот эту вот фишечку, и начинаем проверку шумоподавления. Но нужно, чтобы вокруг было шумно. Поэтому сейчас проверку произвести невозможно. А так можно настроить под себя персонализированное шумоподавление. Здесь эквалайзер, энкомастер. Можно усилить басы. Или можно естественный звук. Высококачественное аудио. И вот здесь как раз кодек LDAC. По умолчанию стоит AAC. Или можно поставить на SBC. Но кодек LDAC, этот параметр, время работы от батареи сократится. И звук в некоторых ситуациях может прерываться. Если выбрать кодек LDAC и применить, то наушники переподключатся. Да, сейчас произойдет переподключение. Как можете видеть. Все. Наушники подключены заново. Все. И в работе сейчас у нас кодек LDAC. Я слушал. Качество значительно лучше. Чище и ярче звучание. Есть золотой профиль звука. Это когда мы под себя настраиваем наши наушники. Ну, это займет 2-3 минуты. Я уже это делал. Я уже под себя настроил. Поэтому вы можете это сделать самостоятельно. Oppo LV Audio. Здесь можно включить и прослушать. Такой технология пространственного аудио. Позволяет обеспечить среду с объемным звуком. Хорошая штука. Я ее выключил. Пока. Дальше. Управление наушниками. И вот здесь можем под себя настроить левый и правый. Наушник. Я это сделал. Левый наушник. Одно касание. Воспроизведение. Пауза. Двойное касание. Это предыдущий трек. А на правом у меня двойное касание. Это следующий трек. Тройное касание. Я не назначил ничего. Но здесь можно голосовой помощник. Игровой режим. Или следующий или предыдущий трек. Также нажатие с удержанием одной секунды. Это включить шумоподавление. Или включить прозрачность. Я поставил. Долгое нажатие с удержанием. Здесь можно увеличить громкость. Или уменьшить громкость. Но я не задал никакой функции на долгое нажатие. И отклик наушников на извлечение. Когда надеваете или снимаете наушники. Воспроизведение аудио будет включаться. Или приостанавливаться. Будет выполняться переключение на другой аудиоканал. Вот такое управление наушниками. Мы это можем задать все сами. Настройки относящиеся к камере. Я это не использовал. Хотя можно управление камерой с помощью стилуса. Двойное соединение. То есть подключение одновременно. двух устройств. Это сделать можно. Но тогда нужно на 4 секунды зажать оба наушника в ушах. И тогда два устройства одновременно могут подключиться. Двойное соединение. Я это делал. Это все работает. Поиск наушников. Обновление прошивки. У меня последняя актуальная прошивка. Проверка. Прилегание наушников. Тоже есть такая функция. Можно проверить себя. Воспроизвести. И система определит. Хорошо ли прилегают наушники. Вот сейчас у меня в наушниках шум волн. Да. Система их проверяет. Вот такие вот настройки наших наушников. Что касается звука, друзья, то звук меня приятно удивил. По сравнению с моими Realme в Oppo Enco Air 3 Pro звук значительно лучше, чище и ярче звучание. Поэтому перехожу на эти наушники. Это будут теперь мои основные. Ну а сейчас я протестирую качество микрофона. Я сделал звонок своей жене. Лен, как меня слышно? Отлично слышно. Хорошо, без шумов. Да, спасибо тебе. Я сейчас тестирую новые наушники. Oppo Enco Air 3 Pro. Но, еле выговорил, как меня слышно вообще качество звука? Чисто? Громко? И громко, и чисто, и ясно. Все хорошо. Отлично. Я тебя прекрасно слышу. Спасибо тебе. Вот так вы будете слышать собеседника. Так будет собеседник слышать вас. Почитаю ваши комментарии. Ну и еще пару слов хочу сказать от себя. Поскольку здесь Bluetooth 5.3, я отходил на 15 метров. И связь со смартфоном не терялась. Диаметр динамика здесь 12,4 мм. И время работы в режиме разговора до 7 часов заявлено. Но я, честно говоря, их не проверял на автономность. Также в режиме ожидания заявлено до 28 часов с подзарядкой от кейса. Неплохая автономность. Подводя итог, хочу сказать, друзья, что наушники мне очень понравились. Всем рекомендую Oppo Enco Air 3 Pro. Ссылка на эти наушники будет в описании под видео. Ну и всем пока.